Песня 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 Так вот давным-давно, я уж и не помню когда, и никто этого теперь уж не помнит, жил да был юноша. Его звали Ганс. Жил он вместе с родителями на лесопилке на краю большого дремучего леса. Однажды... Я должен уйти. Мне здесь тесно, мне здесь не по себе. Да и чего ты? За меня боишься? Я же Ганс счастливчик. И что скажи, что ты в рубашке родился? И скажу. Ну, кто в рубашке родился, у того рубашка действует повсюду и дома тоже. Но я хочу найти свою принцессу, я не шучу, отец. Вижу, вижу, сынок. А если ты хочешь найти принцессу, ты ее найдешь. Или она явится сюда, в наш лес и заберет тебя. Да нет, отец, я сам хочу найти свою принцессу. Мужчины! Чтобы все было как полагается. Мужчины, кончайте спор. У нас гости. Какие гости? О, настоящий благородный господин. Говорит, что заблудился в лесу. Спрашивает, можно ли ему остаться до утра. А откуда он? Издалека? Не знаю. Надо мне его расспросить. Куда ты? Вы лучше берете! Здравствуйте. Здравствуйте, я здешний сын. Так. И всех здесь знаешь? Да. Тут где-то живет парень, которому напророчили... Ну, предсказали одним словом, что когда он вырастет, в один прекрасный день он женится. И не просто женится, а... А возьмет в жены принцессу! Знаешь этого парня? Знаю. Это я. Правда ты? Конечно. Я женюсь на принцессе. Только, конечно, не просто так. Я сделаю все, что нужно. Все, что от меня требуется. Хорошо. Хорошо. Принимаем тебя на службу к нам. Отправишься с нами в город. Меня? Правда? Тебя. Что это такое? Кто это вы? Что здесь происходит? Мы. Это я. Мама! Я ухожу! Сынок! Никуда ты не уйдешь. Здесь я хозяин. Я решаю. Господи, вы не хотите, чтобы ваш сын добился чего-нибудь в жизни? Он и здесь добьется. Здесь, на нашей лесопилке. Отец. Отец. Такое ведь никогда больше не повторится. Никогда! Я знаю, я чувствую. Я отправлюсь в город, и принцесса увидит меня. Влюбиться и тогда, и тогда может быть... Молчи! Вы что, не верите, что это возможно? Я не хочу, чтобы он болтался там без дела. Безделье никому не шло на пользу. Я пойду. Непременно пойду. Живу я во власти волшебной мечты, с которой ничто не сравнится. Я встречу принцессу такой красоты, что даже во сне не приснится. Принцесса прелестна, принцесса не жена, смеется, как солнце, грустит, как луна. Что я не напрасно в принцессу влюблен, поведали мне все ромашки. Пускай я не принц, не маркиз, не барон, зато я родился в рубашке. Принцесса прелестна, принцесса не жена, смеется, как солнце, грустит, как луна. Вот, возьми. Возьми эти инструменты, возьми, возьми. Я так хочу. Они пригодятся тебе. Это мое родительское благословение. Спасибо, отец. Ну-с, а теперь в путь. Куда? К моей жене. Отнесешь ей письмо. В город? Прямо сейчас? Да, скажешь, что я задерживаюсь. Завтра я хочу поохотиться. Ночью в лесу же разбойничек. Послезавтра тоже. И он дороги долго не знает. И послезавтра тоже. И Ганс отправился в путь. В сердце у него был восторг. В руках инструменты, которые дал отец. А в кармане письмо. Дорога ночью выглядела совсем не так, как днем. Шумел ветер. Кричали ночные птицы. Скрипели ветви. Откуда-то сверху донеслись раскаты грома. И начался сильный ливень. И тут, вдалеке, среди деревьев он увидел огонек. Том. Ганс из последних сил припустился бегом к этому домику. Где огонь, там тепло. Еда... Эй, люди! Пустите, прошу вас. Прошу вас, отворите. Я заблудился. Ну, не гасите свет. Я же видел, что в доме кто-то есть. Уходи прочь. Мы чужих не принимаем. Да я Ганс. Кто? Ганс или Софи. Да я вам ничего плохого не сделаю. Просто я заблудился. У меня нет силы идти дальше. Ах ты, Господи. Ну ладно, входи. Ничего плохого не сделай. Спасибо. Мокрый ты какой. Раздевайся. Спасибо. На одеяло. Спасибо, добрая женщина. Отворяй. Прячься. Прячься. Скорее. Пошилая погода. А кто это? Задергивай занавеску. Да отворяй же, скорей. И сиди, не дыши. Иду. У-у-у-у-у. Входите, входите. Господи, как вымоклите. Все попрятались. Ни одного человека на дороге. Ну давай. Ну давай есть. Сейчас, сейчас. Знаешь, я думал, что разбойничий жиль. Куда веселее. Ой, как вкусно пахнет. Слушай, кто-то сопит. Да кто же это может сопить? Это ветер. Ешьте-ка лучше. Не, ветер свистит или воет, а не сопит. Ого, теперь и я слышу. Эй, длинный, посмотри везде. Да что ты слышишь? Что вы задумали? Мне кажется, это, это ого, ого, здесь. Под лестницей. Отставить. Нет, мы вначале посмотрим. Посмотрим. Так и есть. Вот он, вот он. Мальчишка, мальчишка. А вы, вы кто? Мы страшные воры, обманщики. Бродяги с дороги большой. Устали мы чистить карманчики. Устали ходить на разбой. Не пойдёшь на грабёж, Голодухи помрёшь, А пойдёшь на грабёж, Пропадёшь не за грошь. Ох-ох-охонечки, Братцы, Разбойнички, Работка Просто не втерпёж. Живот провалился от голода, От холода зубы стучат. Кому-то достанется золото, Кому-то, ой, топор палача. Ты шпион, наверное. Да он же совсем не черебёнок. Всё равно придётся его убрать. Вот ещё. Не позволю. Пока никто не знает, где мы живём, Мы можем спокойно работать. Это мой гость. Я его впустила в дом. Ну, если хотите, ограбьте его. Тихо, если вам так хочется. Хотя, мне кажется, он на богача не похож. Ладно, грабьте. Только не убивайся. Ну, выворачивай карманы. Не трогайте меня. У меня ничего нет. Причит, что это? Неужто золото? Это золото? Это золото. Это инструмент. Да у него же нет. Я же говорила, нету, нету, ничего. А это что? Отдай письмо. Ух ты. А ну, забри. Забри его в члане. Меня он усилил. Так спокойно будет. Ого, смотри. Смотри. Королевская печаль. Где, где, где? Ну, я же говорил, это шпион. А это его шпионский документ. Его надо уничтожить. Ну что же. И тебя вместе с ним, старая крыса. Кого? Приятел? Не очень-то я вас испугалась. Вы бы лучше сначала прочитали письмо. Я неграмотный. И я. Я тоже. И я. Тихо. Попробуем все вместе. Ну. Мы король Куниберг. Пишем нашей супруге. Супруге. Прикажи. Не замедлительно. Но. Лишить жизни. Подателя сего. Ты меня знаешь. Мы король Куниберг. Тихо. Вот вам шпион. Бедный паренек. Ему надо как-то помочь. Хотел бы я знать, как это сделать. Тихо. Мы сыграем с нашим добрейшим королем шутку. Если можно. Если можно. Посквернее. Так. Кто из вас сможет подделать королевский почерк? Я. Я. Я могу. Тогда мы сделаем так. Иди сюда. Эй вы. Что вы нам задумали? Шутку. А на рассвете Гансу вернули запечатанное письмо. И никто не смог бы отличить его от старого. Накормили и показали дорогу к королевскому замку. Ганс очень удивился, когда стража закричала во весь голос и пропустила его во дворец прямо в королевские покои. Где письмо? Вот письмо. Вот письмо вашему величеству из собственных рук его королевского величества. Значит, в нашем доме был король. Да, да. На послание его величества короля и ее величеству королеве королевская печаль. И он принял меня в себе на службу. Тихо. Вот уж я действительно Ганс счастливчик. А где принцесса? Позовите принцессу. Позовите принцессу. Добро пожаловать, молодой человек. Спасибо, но мне не терпится увидеть принцессу. Она сейчас придет. О, да. Ее дочество принцесса. А ну что, мама? Дочь, настало время тебе выйти замуж. Желать? Опять эти женихи? Я не хочу. Как они мне надоели, эти принцы, маркизы, бороды. Так поверил твой отец. Вот, читай. Мы король Куниберг. Пишем нашей супруге. То есть мне твоей матери. А я не хочу. Я не видела ни одного не то что красивого, а просто симпатического. Слушай дальше. Подателя сего письма незамедлительно женить на принцессе. А это, как ты понимаешь, никто иной, как ты. А я не хочу. Среди всех маркизов и принцев мира я не встретила ни одного умного человека. Слушай дальше. Он должен быть моим зятем. Такова моя королевская воля. И ты, моя дорогая, не посмеешь ослушаться. А я не хочу. Я не пойду замуж. И в конце послания такие слова. И пусть все будет так, как я приказал. Иначе ты меня знаешь. И подпись. Мы король Куниберг. Но мы оставим вас одних. Познакомьтесь друг с другом. Пускай повар. Познакомьтесь. Ты не рада? Чему? Нашей свадьбе. Разве ты не ждала меня? Не мечтала обо мне. А я мечтал. Я даже сочинил песню. Живу я во власти волшебной мечты, С которой ничто не сравнится. Ну, ты не слушаешь меня? Нет, нет, пой. Мне никто никогда не посвящал песен. Я встречу принцессу такой красоты, Что даже во сне не приснится. Какая ты красивая. Ну, это все говорят. Ну, так оно и есть. Ты улыбнулась. Просто ты не похож ни на одного из моих женихов. Что я не напрасно в принцессу влюблен, Поведали мне все ромашки. Пускай я не принц. Ты не принц? Не маркиз. Не маркиз. Не барон. Не барон. Зато я родился в рубашке. А что это значит? А то, что я Ганс счастливчик. И мы будем мужем и женой. Попробуем. Попробуем. Осталось только, Ваше Величество, Нарисовать герб нашего дорогого гостя И украсить им тронный сад. Да, гофмаршал. Прикажите это сделать. Ваше Величество. Ваше Величество. Затем надо срочно картографировать. Да, да. Он нарисует ваше королевство. Простите, что я перебиваю вас. У меня нет ни герба, ни королевства. Что? Как это нет герба? Так вы не принц? Я принц. Я принц? Нет, я Ганс счастливчик. Все отменяется, свадьбы не будет. А как же приказ короля? Подателю сего письма следует незамедлительно женить на принцессе. Что будем делать? Ваше Величество, в таком тонком деле, как замужество, Нельзя идти против воли принцессы. Нам кажется, что она выражала полное несогласие с вашим желанием. Молодой человек. Но вы же не станете насильно брать в жены молодую девушку, Который не желает завод-завод. Ладно. Но я согласна. Пусть будет так, как приказал батюшка. Иначе, о, мы все его знаем. Нашего кроля, универка славного. Но что же делать? Мы должны повиноваться судьбе. Свадьба продолжалась три дня подряд. В первый день принцесса показала Гансу весь замок. На второй день Ганс пригласил ее на прогулку И построил для нее небольшую лесопилку на ручье, который протекал через сад. А на третий день в замок возвратился король. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте, королева. Что нового? Что за странный вопрос, мой господин? Я не знаю, почему вы так сделали. Но я все выполнила точно и без промедления. Он теперь наш зят. Наследник трона и будет королем, когда вы... Кто? Кто он? Ну, тот самый юноша, которого вы прислали с письмом ко двору. При чем тут взять? Я... Где письмо? Вот оно, мой король. Ты что? Не можешь отличить мой почерк? Как? Это подделка, письмо подделано. Так, интересная история произошла. Мы узнаем, что есть юноша, который рассказывает на каждом шагу, что он в один прекрасный день женится на принцессе. Мы отправляемся туда, естественно, инкогнито, расспрашиваем людей, делаем все, чтобы самое страшное не случилось. И вот нафиги! Оно случается! Родился наглец в рубашке, Пробрался в зятья королю. Ах, дочка, помочь бедняжке! Казнить негодяя велю! А мы проморгали дочку, И дело дошло до венца. Повесить его и дочка! Готни его прочь из дворца! Подыщем дочурки принца, Знатнее которого нет. А мы проморгали дочку, И дело дошло до венца! Повесить его и дочка! К чертям его гнать из дворца! Вот! Вот это в самый раз! Именно к чертям! Именно в чертово логово! Дорогой господин Десть, я так счастлив! Спасибо! Спасибо, ваше королевское величество! Слушай, ты! Ты что, прочитал мое письмо, что ли? Нет? Вы что? Ну, что же, Как ты считаешь сам? Может, хватит праздновать, а? Да, наверное, хватит три дня! Три дня, милый, три дня! А вот теперь, дорогой мой, Ты должен выполнить мое поручение, Чтобы, так сказать, заслужить свое счастье И принцессу, и все такое! Конечно! Я всегда этого хотел! Молодец! Я могу много сделать! Я умею строгать! Нет, строгать не надо! Ты просто должен пойти в чертово логово И принести мне оттуда три золотых волоска с головы черта! Вот и все! Ну, вы скажете! К чертям! Да! Эта тьма тьмущая! Жара! Ужасы! Ну и что? Я никогда не слышал, чтобы оттуда кто-нибудь возвращался! Я тоже не слышал, но... А если... Если и я... Ну что ж... Если и ты... То мы поставим тебе памятник! Как полагается, зять у короля хороший памятник! Недорогой, правда, у меня сейчас с финансами не очень... Лучше бы вы меня оставили там, где я был! Зачем эта свадьба? Что такое? Зачем все? Что? Знаешь ли, зять... Короля не принято спрашивать, как, зачем и почему! Ну что ж... Я иду! Мам! Когда? Сегодня же! Сейчас же! Ганс! Всю минуту! Ганс! Я ищу тебя! А меня посылают к черту! А кто посмел послать моего мужа к черту? Сам король! Только ты не поняла! Я должен принести три золотых волоска с головы черта! Я знаю тебя всего три дня, но когда тебя не будет, весь замок сразу опустеет! Правда? Ты жди, не жалей для надежды тепла! Ты жди, и свети мне глазами в пути! Ты жди, чтобы память остыть не могла! Ты жди, ты жди! Вернись, чтобы отблеск зари не погас! Вернись, чтоб хрустальные звезды зажглись! Вернись, вернись! Мой прекрасный, мой сказочный Ганс! Вернись, вернись! Я мигом туда и обратно! Ты соскучиться не успеешь! И Ганн спустился в путь! Он шел по большой дороге, а затем по узкой тропинке, через лес, через поле, по лугу. Он скарабкался на крутую гору, спустился в долину и оказался на краю большого города. Не каждый, кто кушал от этого яблока, был сыт! Да что с вами, люди! Чем я могу вам помочь? От душа его наполняла вдовольство! Даже просто от одного вида яблока! Ну и что? Да не ревите, вы говорите спокойно! И вот теперь яблони не дает зеленых плодов! И ни одного зеленого листочка на нем! Видишь, видишь, оно похоже теперь на голое пугало! Может быть, надо подрезать ветки, покрасить ствол, окопать дерево! Мы уж и так делаем! И этот! Ну ничего не помогало! Мы просто мочев, не чужеземец! Кто выручит нас из беды? Погодите, я вернусь и на обратном пути что-нибудь приду! Хорошо? А может быть, над вами подшутил черт? Что? А где тут дорога в чертово логово? Дорога? Да вот если через лес пойдешь! Да придешь к нашим соседям! У них и спроси! Там недалеко, сынок, недалеко! О благородный юноша, который в силу в нас надежду! И опять Ганс пошел по большой дороге, а затем по узкой тропинке, через лес, через поле и вскоре оказался в другом городе. И тут жители ходили с печальными лицами. Эй, люди! Что случилось? Ужасное несчастье произошло здесь! Ужасное, о любопытствующий чужеземец! Ну что, что у вас случилось? Здесь когда-то был колодец! Полный молока! И все, кто вкушали его, были сыты и веселы! А теперь? А теперь он высыт и уже не дает мне то, что молока! Простой воды в нем почти нет! О, как вы несчастны! Так ведь можно же что-то сделать! Ничего не помогает! Ничего не помогает! Хорошо, хорошо! Я что-нибудь придумаю! А может, и над вами черт подшутил? Что? В черт! Покажите-ка мне дорогу в чертово логово! В чертово логово? Ну вот, спустишься с тех гор и окажешься на берегу широкой реки! Там у перевозчика и спросишь! Там у перевозчика и спросишь! Ганс очень торопился, ведь дома его ждала принцесса! Наконец, он подошел к широкой реке, другого берега которой не было видно! Эй! 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 Мне нужно в чертово логово! Ну? Садись! А это далеко отсюда? Не очень! Вот там, он на том берегу! Ну вот, видишь, вот он скрыт в вечной темноте! Как там? Так близко! И как там? Ну, как там, может быть? Обычно! А туда кто-нибудь ходил? Туда? Да! А оттуда? Что-то не видел! Назад не возвращался! Никто! А почему? Так говорят! Их всех съедает! Чёрт! Всех! 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 Ну так, что? Может, вернёмся? Вот так, посреди дороги и назад? Нет! Пойду туда! Спроси тогда там! Толга мне ещё тут работает! А вы давно здесь? Никто ж его знает! Может, что? А может... Может, тысячу лет я забыл! И вот никто меня не меняет! Ну... Ну... Ну вот! Прибыли! Ну, вылезай! Как... Как тут всё мрачно? Ну... Вон, вон, как устали! Вот видишь? Ага! Там громадная дверь! Вот в неё и стучись! Угу! Ну вот! Когда... Понадоблюсь! Крикнешь! Совсем! Совсем не похоже, чтобы сюда когда-нибудь заходили люди! Совсем не похоже! Да-да-да! Пойдите! Так что там случится? Что там случится? Ну, надейся же! Ой как жарко! Ой жарко! Ты? Ты! Ты кто? Фа! 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 Человек! Да здравствуйте! Ну и что тебе здесь надо? Погодите! А вы кто? Чёрт! Я чёртова бабушка! Дурачок! Ну разве не видно? Знаете, здесь так темно, что сразу не разберёшь. Ну ты не в театре, парень. А ну убирайся, прочь, пока внучок мой любимый не явился. Это хорошо, что его нет, а то бы только тебя и видели. О, так вы не хотите, чтобы меня чёрт съел? Очень мило с вашей стороны, бабушка. Ну убирайся, убирайся, пока цел. Нет, я останусь. Мне тут кое-что нужно от вас. Чего тебе ещё нужно от нас? Говори. Три золотых волоска с головы чёрта. Да ты с ума сошёл. Три золотых волоска. Иначе они отнимут у меня принцессу. Ну и что, найдёшь себе другую? Другую я не хочу. Мне это нравится, а я ей. И кроме того, на мне лежит ответственность. Какая-то такая ещё ответственность? За того перевозчика, который не может бросить свою лодку. За тех людей в городе, где пересох колодец. И за город с погибшей яблоней. Ну ладно, ладно, оставайся и готовься стать закуской. Мне-то что? Пожалуйста, оставайся. А, послушай, откуда это так тянет, а? А, от двери. Закрой, да поплотней. Дверь закрыта? Всё равно тянет. А вы правы, тут в бери огромная щель. Ну вот, вот, я же говорила, он совершенно забросил хозяйство. Ничем не занимается по дому. Дайте-ка мне вот эту дощечку. Ой, эти же мои дрова. Ничего, ничего, сейчас мы обстрогаем рубаночком. А потом... Откуда у тебя инструмент? Одет стал. Фу, какой гром поднял. Не приведи чёрт. Он тебя услышит и сожрёт. Ну вот, всё готово. Ой, смотри, не тянет больше. Сынок, ведь так может и мой ревматизм пройдёт. Ну-ка, подойди поближе. Зачем? Ну, ближе, ближе, не бойся. Да я не боюсь. Да нет, я тебя не съел. Да я знаю. Ох, вон ты какой сильный, смелый. Знаешь, я хочу тебе тоже помочь. Вы мне? Да. Я тебя ненадолго заколдую. Нет. И спрячу. Нет, нет, нет. Ну, чтобы он тебя не нашёл. Превращу тебя, да-да, лучше всего в муху. Не надо. Так. Чурки, чурочки, чурки-балбошки, петрашки, превратись большое в маленькое. Ну, прятаться я не буду. Помолчи. Кажется, внучок явился. Ой, чую, чую. Ой, чую. Ну, сначала здороваться надо. Ну, что за дикие манеры. Здорово, бабушка. Ой, чую человеченку. Ну, проголодался, наверное. Вот тебе человеченка и чудится. А что, никто не приходил? Да, откуда? Откуда? Да я одного короля надоумил послать ко мне влюблённого дурня. Вот его и жду. Да я тебя, знаешь, как вкусно накормлю. Я балую внучёнка, Люблю его чертёнка. Сама ему с дорожки Чернила мою рог по кошке. Плюшки, помпушки, ватрушки, А лапушки на сковородках не жарят в аду. Чертовы бабушки, чертовы бабушки Внукам готовят другую еду. Чертова мельница мелит муку, Я чертовы куличики внучонку испеку. Чертова мельница мелит муку, Я чертовы куличики внучонку испеку. Чертёнку очень нужен Чертовски сытый ужин. Он вкусно перекусит У чертовы бабу. О, о, все плюшки, помпушки, Ватрушки, а лапушки На сковородках не жарят в аду. Чертовы бабушки, чертовы бабушки Внукам готовят другую еду. Чертова мельница мелит муку, Я чертовы куличики внучонку испеку. Чертова мельница мелит муку, Я чертовы куличики внучонку испеку. Не хочу! Я лучше голодным спать лягу. Устал, внучок, устал. Ну, вздремни. Бабка, сказку. Сказку хочу, сказку хочу. Ну, слушай, сказочку. Жил-был маленький чертенок, И были у него на голове Чудесные золотые волосы. И он расчесывал их Золотым гребнем И приглаживал Золотой щеточкой. Эй, что ты щиплешься, бабка? Все волосы выщипываешь, все тело. Ой, да я сама носом клюнула, внучок. Нечайно получилось. А чего во сне видела? Да видела я колодец, И раньше было в нем молоко, А теперь ничего нет. Ой, если б ты знала, Что я с этим колодцем учу, Там на дне старая жаба сидит. Если жабу выгнать в колодец, Опять будет полным. О, ведь вот какие чудеса бывают. Я во сне вижу, А ты наяву учудил. Ну, ладно, бабка. Спи, спи. Спать, спать, спать. Ладно, сплю. Сплю. Только меня, Чур, не беспокоит. Да, да, ладно, ладно. Спи, глазок. Спи, другой. Так, один золотой волосок есть. А вот и второй. Уи! Ну, опять заснула. Ну, прости, прости, внучок. А что вас не видела? Да видела я чудную яблоню. Сухую-присухую. Ни листочка на ней, ни яблонь. А крысу не видела, да? А я её к корням посадил. Если крысу прогнать... И что, ей опять золотые яблоки появятся? Ну, конечно. Ну, теперь спать, спать, спать. Ну, спи, спи, спи. Спи, спи. Вот ты. Третий волосок. Эй, больно же. Ну, ты хоть когда спишь, мне волосы не цепляйся, а? Ну, не буду, не буду. Ну, ты знаешь, я видела сон. Приснился мне перевозчик, который ездит по реке туда-сюда. И никто не сменяет его. И никто и не сменит, пока он не передаст весло в руки кому-нибудь ещё. И тогда тот человек будет ездить туда-сюда до бесконечности. Да, 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 да. Это ж просто как дважды два. Бабка, а сколько будет дважды два? А? Бабка, сколько? Это, я не знаю. Ну, я же неграмотная. Спи, спи, спи. Ну, ну, не прёт. И чёрт заснул. И больше никто не мешал ему спать, потому что чёртова бабушка узнала всё, что нужно было узнать. И были у неё три золотых волоска, которые она обещала Гансу. А наутро чёрт ушёл по своим делам. Ну, наконец-то. Вот тебе три золотых волоска, и все секреты другие ты теперь знаешь. А теперь убирайся, чтобы и духу твоего здесь не было. Спасибо. Большое спасибо вам, бабушка. А я не знаю, как вас благодарить. Да перестань болтать. Иди и передай привет от меня твоей жене. Непременно передай. Запомнил? Привет от чёртовой бабушки. Обязательно передам. А если что, нужно починить. И чтобы я тебя здесь больше никогда не видела. Чёрт! 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 Она, она её голос. Но не побоялась в чёртово логово прийти. Любит. Пустите меня! Я хочу видеть моего Ганса! Ну, я пойду. Да, иди, иди. Это мой внучок не знает, что против любви даже черти бессильны. А я-то уж это знаю. Понял? Понял. Понял. Привет, бабуля! Ганс! Ганс! Ганс, наконец-то! Принцесса, любимая. Любимая, что с тобой? Ничего. Просто я ушла из дома навстречу тебе. Ну, успокойся. Я так страдала, что отпустила тебя одного. Я так соскучилась. Успокойся. Нам нельзя возвращаться домой. Ну, почему же нельзя? Они что-то задумали против тебя. Против любви даже черти бессильны. Поняла? Поняла. Но мы туда не пойдём. Мы будем жить где-нибудь. Да ведь ты же принцесса. Я не принцесса. Я твоя жена. Люблю. Люблю. Всё нежнее это слово звучит. Люблю. Люблю. В тишине я твой голос ловлю. Люблю. Ты услышишь, как сердце стучит. Люблю. 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 Для нас нам землею царит тишина. Для нас настает самый сказочный час. Для нас, для нас к тишине прикоснулась струна. Для нас, для нас. А ты, молва, напрасная злословь, Что нет такой любви на свете. Да здравствует любовь, да здравствует любовь. Отныне и навеки Да здравствует любовь, да здравствует любовь Отныне и навеки Вы думаете, на этом и закончилась история? И да, и нет Принцесса и Ганс отправились в замок Перевозчик узнал, что он должен сделать Жители городов избавились от своих бед И подарили Гансу двух веселых осликов с богатыми дарами А вот король Король немало удивился Увидев перед собой живого и невредимого Ганса Ты вернулся из чертова логова Ты что, там действительно побывал? Вот вам три золотых волоска Один, другой и третий Это и правильно, верно, золотые волоски И черт тебя не съел, непонятно А вам бы, дорогой тесть Очень хотелось, чтобы меня черти съели Да вот не получилось, я вернулся Я не могу уж с тобой пошутить Да ладно, не обижайся ты Правда, свои же люди Ладно Раз ты так все успешно сделал Собирайся, зятек И принеси мне Он больше никуда не пойдет Молчать Молчать, дочка Он пойдет Пойдет, коли я прикажу Пойдет Я король Король Меня все должны Слушаться Подумаешь, что же мне Зятек нашелся Не гроша в кармане Зачем ты его сюда повела? Я не привела Я не хотела возвращаться Это он меня привел Я пришел не один Со мной два осла Молчать Два осла Я приказываю тебе Отправиться И до стены Со мной два осла С поклажей Да не простой А золотой Ты сказал золотой? Золотой? Это звучит приятно Я давненько Что-то не видел золота У нас в королевстве Не может быть! Ольга Это же целое состояние Скажи, откуда оно у тебя? Ну, если побродить по свету Обязательно чего-нибудь найдешь Откуда оно у тебя? Говори! Ладно, вам скажу Там есть река Ну Так вот Золото все спрятано На том берегу Так, много золота? Много Только туда надо перебраться на лодке Так, понял Перебраться Одному перебраться? Можно с перевозчиком А лучше одному Понял? Только торопитесь А то, как бы кто не опередил Понял? Зятек Ты мне в эту минуту Дороже родного сына А с тобой, доченька Поговорим, когда я вернусь сюда Я тебе покажу Кажется мне, что мы основательно Успеем соскучиться по папочке Ну, пошли Куда? В сад, где стоит наша мельница У нас впереди много времени Чтобы научиться управлять королевством Получше, чем это делал мой отец Давай управлять вместе? Давай Так они и сделали Они жили долго и счастливо И были счастливы все в их королевстве Вы спрашиваете, что стало с разбойниками? Да кто ж будет разбойничать, если живется хорошо? А король? Король ездит туда-сюда на лодке по большой-большой реке Вы его там случайно не встречали? Ах, ну да Если бы повстречали То сейчас бы не слушали Мою историю Я странствующий певец Я сказочник и поэт Весь мир это мой дворец Где плещется лунный свет Я в рощах ищу мотив В лугах нахожу слова И песня моя летит Под парусом волшебства Сто сказок и сто баллад Созвучны струне моей Я мог бы быть так богат По милости королей Но высшей награды нет Чем отклик простых сердец Я сказочник и поэт Я странствующий певец До свидания КОНЕЦ Продолжение следует...